Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это очередной выпуск новостей The Isle of Rima. Ну а перед началом данного выпуска, как обычно, хотелось бы поблагодарить всех наших донатеров на канале за вашу финансовую поддержку. Спасибо, друзья! А также большое спасибо спонсорам на канале. Также призываю вас всех максимально обязательно подписаться на наш канал, потому что по статистике большинство наших роликов смотрят без подписки. Итак, первое. С чего хочется начать, так это то, что выпуск Бэпиазавра и Традона маленько задержатся. Да, новость, конечно, плохая. А еще вышел 29-й блок от разработчиков. Давайте в этом ролике разберем всю информацию, которая у меня есть на данный момент. Собственно, 29-й блок от разработчиков вышел достаточно сыроватым. Все, что было в нем упомянуто, я рассказывал на стримах и в прошлых выпусках новостей. С чего я начал ролик, так это то, что Бэпиазавр и Традон, которого мы ждали так долго, выйдут в обновлении 6.5. Традон явно привязан к этому обновлению, а вот Бэпиазавр был заявлен и упомянут нам разработчиками до выхода 6-го обновления. В связи с чем все эти грустные и без этого изменения, спросишь ты? Ответ прост. Разработчики хотят в первую очередь доделать и выпустить для нас новую систему диет, систему миграции, новую карту и биомы, людей, расчлененку, а уже потом внести одновременно этих двух динозавров с обновлением 6.5, где они будут соответствовать экосистеме новой карты и получат свой уникальный геймплей. С одной стороны, конечно, правильно, ведь тот же Бэпиазавр будет полуводным, и большая часть его питания, проживания будет происходить в водных биомах, где будут различные водоросли, ил, рачки и мелкие другие насекомые, чтобы питаться. Атроадон полностью завершен. Часть механики отравления ядом только немного функциональны и не работают пока что должным образом. И опять же, как я понимаю логику разработчиков, как в нынешних реалиях игры животные смогут приобретать небольшие бафы к устойчивости от отравлений и ядов, без новой системы диет. Ведь новая система диет это полностью переработанная механика и новый геймплей. Каждый травоядный сможет питаться своими растениями и забивать все нутриенты конкретно одним элементом или другим, что даст конкретно один баф какой-нибудь устойчивости. А вообще, система диет даст каждому игроку то, чего он желает от геймплея. Хотите, чтобы ваш динозавр рос быстрее? Развивайте систему диет в одном направлении. Объясню проще, Бистсов Бермуда. Примерно такого плана будет развитие вашего динозавра. Отдельные ветви и прокачки. Добавлю, что обновление 6 до конца года должно выйти. Но, как сказал Панч Пакет, возможно, с долей вероятности 50% нас ждет одновременный выпуск обновления 6 и 6.5. По системе миграции и системе диет пока что, наверное, все. Обновление 6 кровь. Люди в игре однозначно будут. Также новые постройки. Возможно, нас ждет часть минимального управления системами в зданиях. Разработчики показали нам модели внутренностей динозавров. А, собственно, то, на что будет разделяться эта модель. Представим, мертвая туша, содержимое, сердце, печень, желудок, кишки. Для хищников это будет свой рацион питания и получение конкретных бафов. Также модели костей, каркасов от более мелкого существа до крупного. Я не знаю, как это все будет действовать на и так хромающую оптимизацию игры, но, надеюсь, они все это поправят. Надеемся. С обновлением кровь произошли также новые изменения. Увеличен диапазон запахов трупов по видам. Также запах будет выглядеть по-разному, в зависимости от его разложения. Диапазон чувствительности у каждого хищника будет своим. Насколько пока известно, циротозавр один из немногих, который сможет вынюхивать трупы с очень больших расстояний. В этом месяце ведущие программисты внесли в разработку многих существ с версии Legacy, где каждому будет проработан свой уникальный код для рабочего процесса, новые механики и анимации. Но разработчики пока что не будут уделять внимания для их переработки. Искусственный интеллект претерпел крайне значительные изменения. Это касается птеродактилей и компсогнатусов. Более скрытные и в то же время агрессивные. Будут иметь возможность совершать набеги на гнезда, атаковать хэтчи и уничтожать яйца. Пиом Рэдвуд, который будет в шестом обновлении. Заявлено, что не только в нем, но по уникальности он будет обладать своей флорой и фауной. Динамические объемные модели растений, гор, пещер. Новые звуковые эффекты окружающей среды. Большой набор скрипов деревьев, шелеста листьев, крики птиц, стрекотания насекомых, звуки небольших ветров. Также помните новую растительность – саговники. В определенных местах и биомах данная растительность будет произрастать и играть роль своеобразной защиты для джувов, динозавров и мелких динозавров, где они смогут прятаться под ними. Саговники будут как непроходимыми элементами для больших динозавров. Больше крупные существа просто застрянут в данной местности. Но это пока что… пока не будет той самой системы валов деревьев. На этой неделе Брайан Филлипс провел стрим на Твич, где ясно нам показал и дал знать, что идет разработка нового игрового существа Австрораптора. Давайте немного посмотрим. Продолжение следует... Анимация ловли рыбы. Представлен как на сроках испытания Ютораптор. Информация неподтвержденная. Но вспомним ролик Хоуп. Помните Зуха Мимуса? Еще по системе расчлененки. Мы не увидим с вами оторванных конечностей у живых динозавров. Пока что будет лишь то, что планировалось. Шрамы. Но они уже полностью переделаны. Не те модели, которые показывали. Новая атака хвостом стегозавра. Имба, согласись? Мне кажется, от такого удара ты отлетишь на край карты или за ее пределы. Ладно, у разработчиков это пока под вопросом. Ну и наверное под конец концепт арт гиганатозавра. Могучий и красивый. Обладал массой до 14 тонн. Скорость передвижения 40-50 км в час взрослой особи. Длина 13 метров. По версии Legacy хороший игровой хищник. Можно посоревноваться в схватке с тираннозавром Рексом. И другими большими травоядными. Дает, если не ошибаюсь, средний урон кровотечения. Вернемся к концепту по версии Эврима. С вероятностью 90% гиганатозавр будет страдать каннибализмом. И мы сможем полакомиться своим видом. Но для этого придется для начала сразиться в жестокой схватке насмерть. Такие животные травоядные, как камарозавр, для команды гиг станут прекрасным обедом и едой. Действуя хорошей слаженности и стратегия. Гиганатозавр будет накладывать очень хорошее большое кровотечение. А также гиги получат уникальную механику захвата конечностей противника. Фрагмент с шантунгазавром. Дает нам четко понять, что гиганатозавр будет накладывать лучший блит и разрывать плоть других динозавров. Даже сильнее и больше их. Динозавр третьего тира, такие как Трицератопс, скорее всего не смогут один на один совладать с данной машиной для убийства. Гиганатозавр, один из немногих, будет обладать хорошей чувствительностью к запахам крови. И за несколько километров сможет проследить за жертвой, либо там, где вытекает и бледит другой динозавр. Ну что же, у меня на этом все. Если тебе понравилось данное видео, обязательно ставь пальчик вверх, подписывайся на канал и жми колокольчик, чтобы не пропускать наши новые выпуски новостей, стримы и видео по The Isle of Rima. Также подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен, где все ролики выходят ранее, чем на YouTube. И вступай в группу ВКонтакте, вступай в Дискорд. Все ссылки в описании. Всем хорошего выживания в The Isle of Rima. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!